Друзья, всем огромный привет! Смотрите, нашел на пилораме вот такую вот пилу. Сталь здесь 9хф, про ее характеристи говорить ничего не буду. Кто понимает, тот понимает и сам будет разбираться. Но хочу сказать, что обычным сверлом ее не просверлить. Сейчас мы это с вами продемонстрируем и покажу, чем же можно каленую высокоуглеродистую сталь просверлить, каким сверлом и как это сделать очень дешево и просто. Чтобы не быть голословным, возьмем сейчас новенькое сверло прям по металлу. Ну вот давайте вот возьмем троечку. Закручиваем шуруповерт. Так, поставим на первую скорость. И попробуем просверлить. Вот здесь вот в таком вот месте. Она просто шлифует и все. Так, ну давайте, чтобы вот показать, прям вот возьмем профильную трубу. Толщина стенки у нее 3 мм. Попробуем просверлить в ней отверстие. Этим же сверлом троечкой. Ну как видите, все прекрасно сверлит. Ну давайте прям вот в другом месте еще раз попробуем с вами. Вот жжимов. Ну вот чуточку-чуточку оно взяло. Давайте дубль 2. Вот опять тоже самое сверлышко, тоже самая труба. ну все сверлить и пробуем тут же опять же здесь на только шлифует то есть обычным сыром такую сталь бесполезно если я пользуюсь перевыми сверлами вот взял вот такие разного диаметра возьмем самая маленькая теперь смотрим и ножка масличка какая красота сквозное отверстие таким вот наборчиком который там стоит 300 рублей можно легко просудить каленую сталь и сверлышко как видите все с ним тип-топ прошелся ну давайте попробуем сейчас взять вот на четверку давайте шестерочку возьмем ну то есть как видите прям хорошо шкребет все готово то есть понимает что нужно было сделать проходное отверстие и потом уже рассверливать каким сверлом нужно то есть обычными сторонами дальше может хотел показать бывает что такая сталь я правда не знаю с чего это этот ленточной пилы тоже она высокоуглеродистая но я не знаю какое содержание в ней вообще и так же давайте попробуем нашим перышком просверлить отверстие здесь мы как видите да то есть вот мы пробили его покажу на примере обычного сверла ну все то же самое там сверло горит уже вот на его чуть-чуть сделала дать попробую побольше сверлышко возьмем с того же набора это у нас будет шестерочка здесь самое главное быстро не крутить помедлено потихонечку ведь она потихонечку она его грызет когда обычно сверло все его не берет но результат очевиден согласитесь ребят такими сверлышко можно легко сверлить так что на вооружение вот по керамике 6 грамм хвостовиком класс друзья так что у нас ролик был такой небольшой коротенький но зато полезной я думаю что все с этим согласитесь а кто сверлить каленую сталь другими способами расскажите вы как это правильно сделать я что вот не можно было слабить металл обжечь там и так далее ну я просто вот решил показать вам как можно просто и легко просверлить каленую стали вот так что ставим лайк если понравилось если было полезно пишите ваше мнение вам же всем крепкого здоровья до новых встреч пока пока